День добрый! Здравствуйте! На прошлом занятии мы с вами установили вот такую форму поиска на блог. Сегодня мы делаем второй шаг к увеличению индексации вашего блога. Переходим на Яндекс.Вебмастер и заходим в поиск для сайта. В поиске для сайта ищем плагины для CMS. Перейдя на эту страничку, мы здесь видим предложенные нам плагины для самых популярных движков. Нам нужен WordPress. Вот он в самом низу WordPress. Здесь указаны практически все версии WordPress. Наша последняя версия 3 и 5. Обратите внимание, что каждой версии предлагаются определенные плагины. Но если вы посмотрите внимательно, то эти плагины подходят буквально для всех версий. Обратите внимание на ссылочки 2.9-3.5. ZIP-архив. И все ссылочки абсолютно одинаковые. Но мы все равно на всякий случай выберем WordPress 3.5. И у нас открывается возможность скачивания этого архива. Кликаем ОК. И идет закачка архива. Теперь переходим вот по этой ссылке. Перейдя по этой ссылке, мы увидим всю информацию, как правильно установить этот плагин. Давайте сейчас зайдем сразу же на блок и очень просто установим этот плагин. Переходим в консоль. В консоли плагины добавить новый. Загрузка плагина. Ищем плагин на нашем компьютере. Вот он, мы его нашли. Кликаем по нему. Установить. Активировать плагин. После активации мы находим этот плагин в колонке консоли. В самом нижнем части колонки. Посмотрите, вот он написан Яндекс.ПДС. Кликаем по нему. И видим три поля, которые нужно обязательно нам ввести. Ключ, логин и ID поиска. Переходим в Webmaster. В Webmaster. Заходим на индексирование сайта. И находим здесь, каким образом нам получить эту информацию. Итак, нам предлагают выйти на Мои поиски. Найти тот поиск, который мы с вами делаем установки. Вот поиск 2. И выйти здесь на вкладочку Индексирование. Здесь у нас есть выбор. Вот плагины для популярных CMS. Мы там уже были. Здесь у нас есть указать URL с помощью запроса. И указать URL вручную. Заходим на указать URL с помощью запроса. Заходим по вот этой кнопочке. Список ваших IP адресов редактировать. И нам необходимо вот в это окно ввести свой IP адрес. Нам предлагается здесь узнать свой IP адрес. Для этого мы переходим вот по этой ссылочке. И заходим вот сюда. Как узнать IP адрес моего сайта. Кликаем. И вводим сюда доменное имя. Но, как видите, доменное имя вводится без протокола. Нажимаем вот на эту кнопочку. Идет соединение. И вы получаете свой IP адрес. Вот он. Видите, вот здесь во второй строчке показано. Вы просто его копируете. И переходите во вкладку ввода IP адреса. Пишите, отправить. И вот вы получаете то, что необходимо вам ввести в плагин. Итак, заходим вот сюда. Первое окно это введение ключа. Заходим в плагин. Вот он, ключ. Мы сюда его вводим. Возвращаемся. Берем ID поиска. ID поиска это третье здесь окошечко. Возвращаемся. Берем имя пользователя. И вводим во второе окошечко логин. Пишем сохранить. И на этом заканчивается настройка плагина Яндекс.ПДС.Пингер. Вот и все. А теперь при в любом обновлении ваших статей, любой публикации, вот в этом окне будет у вас написано, когда отправлен пинг. Я установила такой плагин на свой блог Alt Academic Room. И при любой новой публикации на подачу информации индексирования Яндекса у меня уходит не более 20 минут. Итак, с вами была Смирнова Ирина. Удачной работы. Всего доброго.